Микс Ньюз Утро на Болткоме Ну что, последняя часть нашей программы Утро на Болткоме И у нас очень приятная встреча в нашем эфире Мы все знаем и ждем с нетерпением в Межапарке Уже в который раз появятся 3D-картины Огромное развлечение для тех, кто приезжает в Межапарк Возможности фотографироваться, удивиться тем иллюзиям, которые нас ожидают И сегодня в нашей студии руководитель всего этого проекта Сиарии Гасмежи Инесса Виклюк Здравствуйте Здравствуйте Куратор арт-площадки фестиваля Мария Кудашева Здравствуйте Здравствуйте Еще один куратор Еще один художник Виктор Пузин Доброе утро Да, всем привет Когда? Когда ждать фестиваль? Кто не знает, давайте сразу скажем С 5 по 8 июня в Межапарке пройдет фестиваль международный 3D-искусство Режские иллюзии И с 5 июня по 7 июня включительно 15 художников будут создавать 3D-иллюзии на асфальте А готовые рисунки будут 8 июня, когда состоится заключительное мероприятие фестиваля Ну а еще долгое время там будут потом, как и в прошлом году, можно ходить, смотреть Да, да, именно так Мы планируем, что до конца лета все рисунки останутся в целости и сохранности Даже несмотря на дождик Даже несмотря на дождик Да не будет дождик, а будет хорошее лето Давайте оптимистично смотреть в будущее, чтобы сразу плохую погоду пророчите Мария, чем вы это рисуете? Как вы это создаете? Утром проснулись и подумали, дай-ка я пчелу в 3D нарисую Или как это происходит художникам? Конечно, мы проектируем все заранее, делаем эскизы Мы очень благодарны организаторам фестиваля за свободную тематику Поэтому каждый художник волен творить в своем стиле то, что он хочет То, что его конкретно вдохновляет Ну, конечно, мы всегда стараемся как-то законнектить то, что мы делаем, с местом, где мы это делаем Поэтому мы вдохновляемся парком, природой, вот этой эстетикой, этой чистотой И тоже вот как-то по-своему интерпретируем и вписываем это в среду То есть все-таки пчела, да? Ну, пчела, да, наверное, и в этом контексте, да Потому что, ну, вот захотелось, вдохновилось и уже спроектировал, платил Как-то так Много художников? Вот сколько, какая конкуренция, скажем так, вот в этой области, именно 3D изображений? Ну, это довольно узкая комьюнити на самом деле И мы все друг друга знаем, мы уже такая семья Мы прям ждем наших друзей Здесь нет конкуренции, это скорее просто сообщество людей, которые занимаются одним и тем же делом И поддерживают друг друга Сколько стран участвует? 11 стран Какая самая экзотичная? Уругвайка? Аргентина Аргентина, Мексика, самые дальние страны И в этом году первый раз на фестивале будут участвовать представители всех трех балтийских стран Ты когда-нибудь пробовал танцевать аргентинское танго? У тебя все шансы в межепарке Насколько тяжело вообще так вот издалека гостей приглашать? В Мексику позвонить, сказать, в Латвию Они посмотрят погоду, подумают, у них зима, мы не поедем Они привыкли, я думаю, что ребята тоже меня поддерживают, что художники путешествуют очень много И они привыкли к разным перепадам температуры, сменам часовых поясов Поэтому для них не составляет труда приехать Главное их пригласить и собрать команду И нам команду собирать помогали Витя с Машей Поэтому у нас команда художников сложилась очень классно Они все очень колоритные и очень позитивные люди С которыми приятно пообщаться Не только посмотреть на процесс работы, но и пообщаться, узнать что-то новое и так далее А они капризные? Вообще художники? Вот вы, Мария, капризные? Ну, конечно Краски только таких оттенков, асфальт нужной шероховатости, как это происходит? На самом деле здесь действительно очень много нюансов специальных, которые важно предусмотреть Поэтому, собственно, мы консультировали организаторов, чтобы они смогли создать максимально комфортные условия для работы Потому что это и какие-то краски, и грунт, и какие-то вода Вот тот же самый лес, но ты рисуешь в лесу У тебя же каких-то базовых потребностей Все равно ты не можешь их прям сразу закрыть Тебе надо далеко идти То есть очень многие моменты, они должны быть учтены И, опять же, организаторы всегда вот везде подстеливают соломку И вот стараются максимально все предусмотреть Консультируясь с нами, включая свой профессионализм И вот все это сделать Потому что действительно, так кажется, ну, художники приехали и покрасили асфальт Ну, нет, на самом деле это сложная работа Она требует подготовки и знания направления Виктор, мы сейчас вас в эфир вытащим, а то тут женское царство У нас и мужчины, и мужчины в меньшинстве сегодня Чем вы рисуете? Это баллончики? Или как это правильно называется? Аэро, что-нибудь? На самом деле, 3D-иллюзии можно рисовать абсолютно любыми красками В зависимости от цели, сколько ты хочешь, чтобы это простояло, там, два дня до первого дождя Мы хотим, чтобы долго, да, чем вы будете это рисовать? Мы будем рисовать фасадными красками, вот, они достаточно долго стоят И, ну, до сезона, до каких-то снегов, они будут очень яркие до дождей А вот пока асфальт под снегом, то есть, 9 месяцев в году Что вы делаете? Где вы рисуете, пишете? Где реализовать этот творческий потенциал? Ну, 3D-иллюзия – это одно направление, одно из направлений нашей деятельности И мы работаем дизайнерами, делаем 3D в интерьерах То есть, вы подрабатываете, вот делает, оформляя, может быть, там, для богатых людей Не подрабатываем, но, то есть, это зимнюю, да, зимнюю, как бы, часть, ну, это холодную часть сезона Мы делаем всякие разные интерьерные, ну, где тепло, на самом деле Может быть, какие-то мероприятия, еще что-то А портреты умеете рисовать? Портреты умею, но не хотим Не в 3D, а Мария? Вообще умею, да, в 3D предпочитаю, пока не рисовать Шаржи? Шаржи, да, было время, да Ну, давайте, пока мы сидим, мы будем общаться, вы порисуете Давай-давай Можете, можете, можете как-то склаборировать А скажите, вот не обидно ли, вот Микеланджело, там, словно говоря, Сикстинскую капеллу рисует Там, вот, 500 лет ходят, все смотрят, восхищаются Вот ваши творения, они, ну, как будто бы, они радуют людей какое-то ограниченное количество Хочется ведь наверняка вот что-нибудь такое вот монументальное Ну, смотрите, тут у нас такая философия Вообще, это все 3D искусство, оно пошло с фестивалей, таких меловых фестивалей итальянских Где люди рисовали все время мелом И все это искусство было вообще до первого дождя И философия была такая, что пока ты видишь Пока ты слышишь эту музыку, то она существует Как только ты ушел с площади, прошел дождь То уже, как бы, искусство может пройти И это оно такое вот, именно секундное И это хорошая философия такая итальянская В принципе, она работает И ничего страшного, что в конце сезона рисунки будут потихоньку выцветать А вот посетители, которые, ну, знаете, ведь говорят, что с одной стороны Там посетители в музее ходят, там дышат А здесь ведь еще и топчут, вот ваше произведение То есть могут ходить, то есть насколько вот это А тут и надо, чтобы они ходили Потому что у нас, на самом деле, самая главная задача 3D-иллюзий Это коммуникация со зрителем То есть у нас такая идея, что картинка не закончена До того момента, пока там не появляется человек И когда человек появляется, она закончена Сколько человек может выдержать эта вот иллюзия? Ну, то есть вот количество человек, которые могут зайти, походить Ну, то есть вот... Это неограничено Да, это неограничено В 16-м году, когда прошел первый фестиваль Мы посчитали примерно, сколько людей каждый день приходит на аллею с рисунками И под конец сезона у нас получилось больше сотни тысяч Да, поэтому предела здесь нет А что касается окупаемости, вообще монетизирования Вход бесплатный, люди ходят, смотрят Насколько это выгодно, там, предприятие организовывать? Или как срабатывает? Это в первую очередь социальный проект И мы не ограничиваем художников по тематике Они свободно выбирают тему рисунка Но согласно международной практике, фестивалей подобных Они не получают гонорары за это То есть для них фестиваль... То есть это как ворончерство, по сути? Это, по сути, площадка для экспериментов профессиональных То есть какие-то идеи, которые у художника были И он желал воплотить Мы даем ему площадку, где он может это делать Для нас, как для предприятия, это в первую очередь Возможность дать людям в Латвии Возможность прийти и увидеть что-то новое Наш фестиваль – это единственный подобный фестиваль В странах Балтии И мы осознанно его сделали совершенно бесплатным Чтобы люди приходили, учились, смотрели, общались с художниками И, возможно, через какое-то время И в Латвии появится много 3D-художников Мы очень на это надеемся А как попасть в это сообщество? Насколько это возможно? Что для этого нужно? Где учиться нужно, чтобы стать одним из вас? Ну, на самом деле, в это сообщество попасть очень легко Допустим, наш путь Мы просто подали заявку на один из 3D-фестивалей Ну, там, в принципе, для каких-то фестивалей не очень сложный отбор Ты приходишь, рисуешь, в итоге потом тебя оценивают Приглашают на другие фестивали Приглашают в Европу на фестивали Таким образом То есть сначала, конечно, нужно потратить Как все просто Сразу приглашают Это надо хорошо рисовать Для этого надо получить несколько высших образований Есть идея сейчас в студии рисовать шаржи У нас здесь, на самом деле, жизнь кипит Мы все так спокойно разговариваем А в это время здесь передаются листочки Марина рисовала уже Олега Пеку Начала она с курсов, естественно И наушников Это сразу что бросается в глаза Сейчас рисует меня Поэтому я так боком к микрофону сижу Потому что, может быть, это мой первый в жизни портрет Самый красивый Да, у нас здесь портрет Это плюс журналистики Раз, пришел, тебе сразу портрет нарисовали Да, но по поводу, вот, кстати, общения с художниками Бывали ли случаи, когда люди пришли Поговорили с художниками во время этого фестиваля И захотели тоже этим заняться Стали спрашивать контакты Пошли учиться, не знаю И тоже стали, может быть, участниками Да, у нас такое было После первого фестиваля Мне написали представители администрации города Резакна И сказали, что они тоже хотят у себя в городе На площади видеть 3D-рисунки И попросили контакты Виктора и Марии И я поделилась контактами Затем мне писали организаторы из другого города И спрашивали специфику 3D-изображений И что для этого нужно И затем я увидела также через какое-то время И в Риге два новых 3D-рисунка Автора одного из них я до сих пор не знаю Потому что его держат в тайне Но меня очень обрадовало то, что 3D-движение постепенно приходит и на наши улицы И мне кажется, что в этом также есть и заслуга фестиваля Когда люди могут прийти, посмотреть, вдохновиться и попробовать что-то сделать самим А конкуренции нет? А вот, Мария, ты наконец отвлеклась от рисования Да, я хочу дополнить, что даже когда мы пересекаем границу С нами уже Когда нас спрашивают Цель вашего визита Мы говорим 3D-фестиваль Они говорят А, 3D... Мы говорим Мы стритарш-художники Не уточняем Они такие А, 3D? Мы такие Ну да Ну то есть это уже какой-то именно тренд локальный стал для Латвии Ну профессиональной ревности нет То есть вот я сделала так А кто-то пришел с новой технологией, с новым видением Сделал что-то круче, лучше Потому что нет предела совершенства Ну тут такая история Что вот мы тут, наше видение Приезжаем в Европу Допустим на какой-то фестиваль И оп, ты классно нарисовал И другие художники У них видение такое О, ты круто нарисовал Так мы можем тебя позвать в свою команду И мы можем тебя позвать еще на другой фестиваль То есть абсолютно другое видение Мафе художников Мафе художников И они хотят приглашать новые, новые, новые имена То есть потребность, конечно, есть Откуда появляются вот эти идеи, сюжеты? Ведь вроде кажется, ну что там можно придумать? Ну город, джунгли, там природа Челки Рыба, пчелы А вот чем выделиться, чтобы на тебя обратили внимание, заметили? Слушайте, ну это как в любом направлении В любом, как бы, типе рисования, искусства Что тут надо уже изобретать Можно выделиться масштабом, размером Можно выделиться техникой, либо сюжетом То есть это абсолютно А вот техника Пока вы учитесь Ведь с одной стороны Я захочу научиться Вот я выйду на улицу Могу ли я вот разрисовывать там Мне же нужен большой достаточно кусок асфальта Это вот как, если художник, например Можешь, ты будешь в Бэнксе Портит просто бумажки Ладно, художник Или там холсты А то здесь это вроде бы публичное пространство А если я некрасиво нарисую То есть меня заставят там стирать это все Для этого можно мелом сначала попробовать нарисовать Я тебе привезу мелки в следующий раз Все, договорились Отниму детей Будешь в нашем местном Бэнксе Разрисуешь крышу болткома знаменитую Своими рисунками Виктор, вот сказали о том, что наоборот Вы восхищаетесь другими навыками и умениями Чужими в том числе А что вот в этом плане искусства С точки зрения технологий прорывов Потому что появляется что-то новое Появляются новые технологии Новые тренды, веяния Вы как-то следите за этим Не следите, надо, не надо Да, новые краски, например Ну, тут прям очень сложно сказать К примеру, именно какой прорыв Может быть Ну, обязательно, конечно, использование компьютера То есть многие художники на компьютере Дорабатывают эскиз, чтобы он был 3D Там, не знаю Использование каких-то гаджетов Я могу дополнить, что сейчас появилось, например Приложение для смартфона Куда ты можешь загрузить картинку И через смартфон уже рисовать Вот ты такой рисуешь И как бы ты рисуешь по линии Но рисунок ты загружаешь свой, да? Ты его нарисовал, например, на бумаге Ты можешь и скачать Не обязательно свой А у тебя же мастерство художника А вот неважно То есть есть У нас какая-то такая Есть тоже такие вопросы Как подмена понятий То есть человек думает, что он умеет рисовать Но на самом деле это рисует не он Не его мозг, да? А как бы уже машинка Есть еще вот эти летающие коптеры Которые красят фасады Уже рисуют в мире стрит-арт Это тоже сейчас такой зарождающийся тренд Но тут уже вопрос энергетики Вот для меня всегда художник Это все-таки личность И почему все стоят и медитируют на Монулизу? Потому что сила художника Их художника, его энергетика Их притягивает Именно вот личность Поэтому баннеры напечатанные Не вызывают такого восторга Как арт-объект, созданный руками человека Все равно мы как-то его наполняем собой А не случалось ли, когда вот Не знаю, кусок асфальта там Похищали с вашими На Дубэнсе спросили У него периодически что-то воруют Нарисовал на стене мальчика Огородили, а потом еще и украли Такое бывает Ну с 3D-рисунками, конечно, это не то Тебе надо тогда отколупывать Весь 3D-рисунок Потому что у нас определенная точка зрения У нас весь город в похищенных 3D-объектах Куда они подъезжали, в кругом ямы И наверняка там был 3D-объект Точно, это вот отличная версия Точно, давайте, думаю, так Что у нас просто город, арт-объект И все Да, у нас, кстати, Мария Она периодически включается в разговор Потому что мы его садили рисовать Просто она вот как раз думала Чем бы заняться сегодня Она поднимает руку И тогда только говорит Это ужасно трогается Цельно выглядит Инесса, как вам работается с художниками? Они все разные Разные языки Разные культуры Разный менталитет Как их объединить? Бывали ли какие-то конфузные такие вот ситуации Когда вот Не ожидали просто-просто Потому что культурное наследие другое Или менталитет? Это очень интересный вопрос И мне очень нравится работать с художниками И действительно, вы правы Они все очень разные И конфузных ситуаций было множество Начиная от того, что художник прилетал без красок И заканчивая вообще какими-то невероятными историями Но Я в этом вижу свой шарм И свой какой-то профессиональный вызов И мне самое главное Для меня самое главное Это относиться к каждому художнику Как к дорогому гостю Которого пригласил Как к твоему другу, гостю И если с таким отношением подходить к работе И с искренним желанием сделать так Чтобы они здесь Первый раз, приехав в Латвию Или второй раз Чувствовали себя хорошо И чувствовали нашу заботу как организатора То тогда все получится Это должен происходить такой постоянный обмен энергии То есть мы для них создаем все условия Мы их очень хорошо принимаем И стараемся с ними постоянно В очень дружеских, хороших отношениях Теплых находиться Искренне стараемся Потому что нам они интересны Как люди, как наши друзья И мы чувствуем от художников то же самое И их искреннее желание создать работу Которая действительно людям понравится Есть что-то вот макрузинское, да? Да Например, если художник захочет Я не знаю, создать обнаженную На том, художники же любят Там рисовать пышных красавиц Вот И в 3D, да? Да, в 3D С пышной еще формой И дети там глаза закрывают, да? Папы Конечно, все художники Принимают во внимание специфику Локации И парк Это все-таки общественное пространство И художники это прекрасно понимают Что это место, куда приходят семьи с детьми Поэтому все рисунки Пчелки и рыбки Да Кстати, они согласовывают заранее рисунок? Вы знаете, что будет нарисовано? Или это каждый раз сюрприз? Скажем так, мы знаем, но процесса согласования не происходит Потому что мы принимаем идеи Мы просто просим прислать нам эскизы Чтобы мы в целом понимали, что будет на асфальте И могли, исходя из рисунка, выбрать ту или иную локацию Которая наиболее хорошо подчеркнет сам рисунок тоже Но мы не согласовываем детали в рамках фестиваля Готовы наши портреты Может быть мы можем показать на камеру? Да, причем Марина рисовала А Виктор сказал, вот прям хорошо На камеру просто покажи О, какие у меня губы Олег, ты моложе меня выглядишь Всех приглашаем в Межапарк Огромное спасибо нашим гостям С пятого по восьмое Восьмого, я понимаю, заключительное Заключительное мероприятие Закрытие фестиваля Когда все рисунки будут готовы Ну и дальше мы сможем просто на них смотреть Течение всего лета Не так, что восьмого числа И они исчезнут Как последнее детище Бэнкси, мне кажется Как раз и было, да? Когда Шридер отправился Все, спасибо огромное И до новых встреч уже в Межапарке Продолжение следует...